Друзья, приветствую вас. Обзор акций электроэнергетических компаний по вашим запросам. Начнем с интера. Вот смотрите, у нас недельный график здесь очень мощный. Во-первых, вот растущий канал сформировался. Во-вторых, вот эта вот свеча закончила ростом за сильным уровнем. То есть произошел пробой, практически произошел, можно сказать. Единственное, смущает то, что объемом на недельке не подтверждается. Но, в принципе, для движения внутренней недели это не особо важно. То есть в рамках какого-то среднесрочного тренда, там, на месяц, на два, это принципиально. Здесь, в плане того, чтобы совершить хлебательное движение внутри недели, это не столь принципиально. Но вот смотрите, дневной график дальше, что мы здесь видим. Пробило вот это сопротивление и закрепило за ним. Вот, поэтому сейчас наиболее вероятный сценарий здесь. Это движение, первая цель 4.73.85, следующая цель 4.82.85. И совсем в идеале это сходить на 5.05.85, пробить его на растущем объеме и пойти выше. То есть выйти за пределы вот этого самого сформировавшегося треугольника. Тогда это уже будет пробой. И цель этого движения, она будет достаточно высоко находиться. Вот, то есть в этой ситуации уже вполне как бы можем идти на 6. Так, сколько здесь получается? 6.77. Вот, но это как бы совсем идеальная ситуация. Не знаю, в ближайшее время она разрешится или нет. Думаю, что вероятность есть, но невысокая. Далее, вот давайте часовой график посмотрим, что у нас здесь есть. Вот есть здесь у нее определенный уровень. То есть она вот может откатиться вот сюда. Но если она пробьет вот это вот значение 4.61, то на растущих объемах, то скорее всего она уйдет ниже и вернется вот в эту область. Консолидации, в которой она торговала 4.915-4.5110-4.5895. Вот сюда вот она вернется и, соответственно, здесь она скорее всего будет торговаться. Но пока большая вероятность того, что она либо пойдет вверх в рамках вот этого восходящего движения. Здесь видите как раз двойное дно. И, соответственно, цель движения у этого двойного дна где-то 4.9. Вот сюда вот. 4.9-4.91. Вот в этот диапазон. Двойное дно. Ну вот, соответственно, то есть она либо идет сейчас вверх, либо откатывается сюда, но не пробивает вот этот уровень. Так, здесь 4.59. 4.61-4.59. На растущих объемах он не должен пробить. Тогда он здесь удержится и пойдет расти дальше. Если пробьет, то скорее всего этот консолидационный диапазон уйдет. Так, вот такое мое видение по интержалу. Так, что касается годовой отчетности. С 2015 года по 2018 год у компании идет рост и выручки, и чистой прибыли достаточно устойчивой. Причем как бы чистая прибыль выросла в 3 с лишним раза. С 2015 по 2018 год. Так вот, по выручке за третий квартал есть небольшая просадка, но чистая прибыль в целом она в диапазоне держится в районе 15-16 миллиардов. То есть, ну по компании достаточно такой нормальный, позитивный прогноз. Если сейчас не будет никаких крэша и обвалов, то скорее всего у нее все будет хорошо, и она наиболее вероятный сценарий будет расти, тестировать цели, которые вверху находятся. Так, друзья, еще хотел обратить внимание, крупные игроки в пятницу вечером и на закрытии набирали лонговые позиции по акциям этой компании. Так, друзья, следующая акция это Россети. Россети обычка. Если смотреть финансовую отчетность, то у нас с 2015 по 2018 год идет устойчивый рост и чистой прибыли, и выручки. Соответственно, рост идет ориентировочно на 30-50%. Так, дальше. Если мы смотрим квартальный отчет, что у нас получается? У нас получается, что с конца 2018 года идет проседание общего дохода, выручки, и идет проседание чистой прибыли. То есть, это не очень хорошо как бы для компании, но в последнее время имеется масса новостей о том, что в рамках консолидации области, изменения тарифной политики, скорее всего, будет достаточно сильный драйвер для роста этой компании. Так, если мы смотрим с вами месячный график, то что мы здесь видим? Так, у нас здесь восходящий тренд. Вот, и соответственно, то есть акции компании, они в настоящее время начали участвовать в новогоднем ралле. Так, вот неделька только немножко закрылась, не очень позитивно, потому что она не перебила вот этот хай, который был до этого. Вот, вообще у нее сейчас цель движения это сюда, 1,4123. То есть, наиболее вероятный сценарий это отработка этой цели 1,4123. Вот, но если там никаких форс-мажоров не случится, и она не откатится сильно из-за там кризиса или какого-то негатива корпоративного. Вот, в принципе, она здесь может уходить, корректироваться на 1,1916, но при этом она не должна пробить 1,1759 на растущих объемах. Если это произойдет, то, скорее всего, вот это движение будет сломлено, восходящее. Так, ну вот, правда, на дневках она стала рисовать. То есть, это было видно и на недельках, что она не пробила вот этот сильный уровень, но не закрепилась над ним. Соответственно, что здесь получается? Ну, здесь, в общем-то, разворотная формация сейчас намечается. Вот, и как бы текущая картина такова, что может произойти возврат акций вот в этот консолидационный диапазон. Так, ну, это исходя из дневного графика. Давайте посмотрим еще часовой. Так, а вот часовой график здесь говорит о том, что в ближайшее время, скорее всего, будет повторена попытка роста. Вот, если успешно пробьет на растущих объемах 1,3060, а потом 1,3245, то, скорее всего, бумага пойдет вверх отрабатывать ту цель наверху, которую мы с вами обсудили только что. Вот, ну и она, в принципе, может здесь корректироваться, но при этом она не должна выйти за 1,2667 на растущих объемах. Если такой пробой произойдет, то, скорее всего, она пойдет возвращаться вот в этот проторгованный диапазон. 1,22, 1,1718. Вот, но пока она здесь удерживается, вот выше этого уровня, она может, ну, как бы, либо консолидироваться и продолжить рост, либо сейчас сразу пойти продолжить рост и отрабатывать цели, которые у нее вверху. Вот первая цель – это вот это. Пока по бумаге, исходя из локального графика, позитив, единственное, недельный график не очень хороший, то есть он указывает на возможность разворота вниз. Ну, и дневной график указывает на то, что с одной стороны попытка разворота началась, но с другой стороны она следующей свечой вроде как не реализовалась до конца. Поэтому здесь, если позиция по этой бумаге, я бы поставил стоп вот куда-то вот сюда, вот на тот случай, если она откатится, то чтобы не потерять прибыль. Вот, а в целом пока больше шансов указывает на то, что она, ну, сейчас новогодний ралли, и она, скорее всего, ее потащат сначала сюда, потом сюда, потом, может быть, еще выше. Вот. И крупные игроки набирали лонги во второй половине дня в пятницу. На вечерке, на пуст-маркете. То есть, ну, вполне как бы четко читается, что шел набор позиций, исходя из тех действий, которые они совершают. Поэтому я думаю, здесь, конечно, вероятность есть корректировки и уходы сюда, но если вот этот уровень не пробьет на растущих объемах и не уйдет вниз, то все-таки больше вероятность того, что будет участвовать в ралли и вырастет, и, возможно, даже в ближайшие недели пробьет 1.32.45. Так, это Россети, обычные акции. Так, друзья, дальше ФСК ЕС. На что хотел обратить внимание. Вот если рассматривать отчетность компании за 4 года, с 2015 по 2018, то у компании идет непрерывный рост как выручки, так и чистой прибыли. Причем с 2015 по конец 2018 года прибыль выросла в 2 раза. Чистая прибыль, а выручка выросла в 1,5 раза. Но вот квартальная динамика за последний год у нее не очень хорошая. С конца 2018 года произошло снижение где-то процентов на 25-30 выручки и снижение почти в 2 раза чистой прибыли. То есть сейчас, конечно, у компании не очень хорошо обстоит ситуация. Но, тем не менее, в рамках обсуждаемой изменения тарифной политики по электросетевым, электрогенерирующим компаниям это может придать компании второе дыхание. Так, если у нас рассматривать месячный график, то здесь у нас начался рост. Вот отсюда начался рост. Даже раньше идет восходящий канал. И, соответственно, сейчас она пытается расти. Причем объемы у нее в последнее время, вот здесь, когда разворот произошел, растут на росте. Так, если мы посмотрим недельный график, то, что у нас здесь получается. У нас получается тоже здесь рост. Единственное, только вот происходила здесь попытка разворота. Но это сейчас попытка разворота. Она сбита. И на прошлой неделе здесь пошла проторговка, которая, судя по тому, как она произошла и по объему, она, скорее всего, может привести к росту и тестированию вот этого уровня 20. Так, давайте дневочку посмотрим. По дневочке у нас получается... По дневке у нас восходящий тренд. Ближайшая цель по этому тренду – это 20. Вот. Но здесь есть один нюанс. Если она сейчас, когда будет корректироваться, пробьет вот это значение, 19 на растущем объеме, то, скорее всего, вот этот рост, он будет либо отложен, либо аннулирован, и она пойдет дальше на 18.83. И следующая цель у нее будет 18.398 возврат вот в этот проторгованный диапазон. Но сейчас в силу того, что грядет и уже началось новогодний ралли, если его никакие обвалы с нефтью Китай-Америка не испортят, то компания вполне на новой неделе может выстрелить и, по крайней мере, на 20 копеек сходить. А после 20 копеек у нее следующая цель, если потащит, это 20.5 и 2790. 14.94. Вот единственное, конечно, фундаментал снижения прибыли-выручки. Это, конечно, не очень хорошо за квартал. Но, тем не менее, то есть на ближайшую неделю она демонстрирует вполне как бы нормальную динамику, адекватную. То есть она может в рамках новогоднего ралли сейчас выстрелить с электроэнергетическим сектом. Так, вот часовик здесь немножко такой напряжный, в том плане, что она попыталась уходить в эту проторговку, но все равно она как бы удержалась на плаву в рамках этой консолидации. И, соответственно, здесь у нас ключевой уровень это 19.280. Там на дневках, по-моему, 19, а здесь, соответственно, чуть-чуть он повыше, 19.280.274. Соответственно, вот если она пробивает этот уровень, то она уходит вот в эту консолидационную область, которая 19.130, 19.212 и торгуется здесь. Вот. Но если она вот удержится здесь, то, скорее всего, она либо сразу сейчас начнет расти и пойдет 20 тестировать, или какое-то время консолидируется и потом выстрелит. И, соответственно, у нее вот была цель, она уверенно двигалась на 20. Здесь произошел небольшой сбой. Вот. Но сейчас этот сбой вроде как выправился. То есть она вот проторговалась, начала падать дальше. Это падение, оно сломалось. Вот. Но, тем не менее, надо помнить, что если она вот это пробивает, вот этот уровень, то она пойдет вниз. И, скорее всего, новогодний Крисмос, ралли, у нее будет отложено. Так. Ну и в долгий срок я бы пока ее не рассматривал, потому что там фундаментал у нее не очень хороший в плане снижения выручки прибыли. Вот. И по ней такой уверенности в части того, что она станет одним из бенефициаров в части изменения тарифной политики, как вот Россети. У меня лично нету. Если у вас информация есть, которая подтверждает, что она в равной степени будет бенефициаром изменения тарифной политики в плане увеличения этих всяких расчетных, перерасчетных показателей, вы тогда под видео напишите, подумаем, как с этим быть и как это может повлиять. Так, друзья, дальше у нас идет Росгидро. По Росгидро на что хотел обратить внимание. Вот за 4 года, 2015-2018, у нее и выручка, и прибыль, они плюс-минус, но где-то на уровне там 26-40 все время были и колебались. Но, если рассматривать последний год, то последний год у нее от операционной деятельности... Так, друзья, вот в этом году было снижение выручки чистой прибыли. Это связано с тем, что биткоина стали меньше майнить. Шучу, нет, там просто воды меньше. Меньше было воды, уровень воды, за что это меньше выработали электроэнергии, поэтому есть некоторые проседания в этом году по выручке, по чистой прибыли. Вообще, как бы мне вот эта компания, она больше всех нравится из электроэнергетического сектора. И технически у нее сейчас картина такая, что она может очень мощно выстрелить. Ну, как бы у всех электроэнергетиков из-за недооценки сейчас есть шансы к росту. Но вот почему-то мне кажется, что у этой компании шансы выше среднего. Я, конечно, не знаю, может быть я ошибаюсь, может быть я субъективен. Так, ну вот недельный график. У нас была попытка роста, после этого она отстрелилась, но она не сходила, которая не отработала вот эту цель 5107. Хорошо бы, чтобы она вот сюда вот сходила, но при этом, чтобы она не пробила вот этот 49,650, вот этот диапазон на растущем объеме. Соответственно, если она его не пробьет, а просто сюда сходит на 50,8, то ничего страшного в этом нет. Здесь у нее есть определенная цель, которую она, по идее, должна отработать. Вот. И, соответственно, сейчас, если она сейчас не развернется, а пойдет сюда и не пробьет вот эту самую, этот диапазон, который у нее сопротивление сильное, то она отразится и пойдет расти. У нее, в общем-то, здесь масса целей наверху. Вот первая цель движения это 54,18. И следующая цель это вот сюда вот 60,40. Так, ну если смотреть недельный график или дневной график, у нее масса наверху целей. Так, сейчас давайте. Так, ну по дневному графику вот у нее сейчас корректирующие движение идет, который где-то вот здесь, 51,87. Вот здесь вот закончится даже 52,04. Вот здесь оно где-то должно закончиться или может быть раньше. Вот. Но в любом случае оно не должно пробить 51,89. Если пробьет на растущих объемах, то она, соответственно, уходит сюда, откатывается на 51,04. Вот. И потом, если она не удержится здесь, а пробьет на растущих объемах 49,50, у нас, скорее всего, пойдет вот эту цель отрабатывать 48,14. Вот. Но я думаю, все-таки она дальше вот этого наиболее вероятность сценария не пойдет 49,50. То есть она либо сейчас здесь развернется, либо сходит вот эту цель отработает и пойдет расти. Потому что много у нее целей наверху. Первое 50, 55,70 по дневному графику и вообще у нее цель 60,90. Она же и по недельному графику видна. Так, давайте часовик посмотрим. Так, по часовику здесь получается у нас ну да, здесь вот шло корректирующее движение. Вот здесь вот произошло. Вот. Пока оно еще не исчерпало себя. Вот. И, соответственно, если не будет пробоя вот этого уровня здесь 52,13 по часовику, то, скорее всего, она вот отсюда развернется и у нее по часовику в ближайшее время должно быть движение на 52,90. Вот сюда вот вот в этот диапазон. Тут определенная формация сформировалась. Вот эту формацию он должен разрешить тем, что сходит вот сюда. плюс как бы вот здесь вот эта самая разворотная модель плюс здесь еще двойное дно, но правда недобитое. Вот. Поэтому, я думаю, исходя из часового графика, достаточно высокая вероятность того, что по этой бумаге на новой неделе мы увидим рост. Однако, должен заметить, что крупные игроки во второй половине дня в пятницу разгружали по ней позицию и поэтому все-таки вполне вероятно какое-то корректирующее движение вот на этот уровень 52.21 в начале понедельника. Вот. Но если она удержится в этом диапазоне и не пойдет пробивать ниже вот этот уровень 51.92 вот. Но в идеале, чтобы она не зашла ниже, чем 50.18 на растущем объеме, тогда она соответственно скорее всего отразится и пойдет отрабатывать вот эту цель сюда. Но если она пробьет сначала вот эту цель, которая 52.16 50.21 на растущем объеме, это будет не очень хорошо, но пока еще не совсем страшно. То есть, как бы, если она сюда приходит, тогда да, тогда скорее всего вот это движение, оно ломается и она идет вниз. Пока, как бы, здесь вероятность в пользу роста, она больше, чем вероятность движения вниз. Но главное, чтобы она не пробила вот эти вот ключевые уровни на растущих объемах. То есть, если не пробьет, тогда скорее всего будет расти. Если пробьет, то тогда скорее всего будет возврат вот к этому сценарию, когда заход сюда осуществляется на 50.90 и потом, если она не пойдет ниже, не пробьет 49.50, то здесь будет консолидация, возврат сначала сюда и потом тестирование наверх. Вот, но сейчас с учетом того, что рождественское ралли, ее, в принципе, вполне могут досрочно развернуть и направить, тестировать 56. Так, друзья, дальше МРСК центра и по Волге. У этой энергетической компании на протяжении четырех лет шел рост выручки и прибыли, однако за последний год произошло снижение и выручки и чистой прибыли, причем чистой прибыли достаточно существенно просила аж в три раза. Вот, это, конечно, фундаментально не очень большой позитив, но, тем не менее, на что хотел обратить внимание, исходя из месячного графика, сейчас цена компании пришла на достаточно сильную поддержку 2109 и на месячном графике пытается нарисовать разворотную формацию. Вот, то есть, здесь уже разворотная свечка возникла, сейчас зависит от того, как пройдет декабрь, что она нарисует декабре. В принципе, в таких моментах очень часто происходит разворот движения цены актива, то есть, если она падла, то она будет, скорее всего, расти. Так, вот этот недельный график, что у нас видно на недельном графике? В недельном графике произошел разворот. И у нее цель движения вот сюда вот у нас 24,58. Первая цель, следующая 25,93 и 28,27. Но, если она пробивает 19,80, даже 19,78, 79 на растущих объемах, то вот этот отскок аннулируется и, соответственно, это означает, что она полетит вниз. Первая цель 17,60 и потом 15. Так, но, я думаю, сейчас все-таки больше шансов на то, что она будет расти. Не стоит забывать о том, что она может пойти против вот этого движения, но с учетом того, что сейчас новогодние ралли и куча всякого другого позитива, я думаю, все-таки она будет расти и на ближайшей неделе в рамках новогоднего ралли вполне могут вот сюда загнать. Выше посмотрим, зависит от объемов, но сюда ее, скорее всего, точно загонят. Так, друзья, следующая компания, о которой спрашивал подписчик, это МРСК Центра. Так, здесь у нас вот такой месячный график, на что хотел обратить внимание, это на то, что за 4 года, 2015 по 2018 год, у нее шел устойчивый рост выручки и устойчивый рост чистой прибыли. То, что касается квартальных отчетов за последний год, здесь произошло некоторое снижение и выручки, и чистой прибыли, причем, как бы, чистая прибыль достаточно ощутимо просела, вот, где-то за последний, за третий, за второй квартал вообще, как бы, минус был небольшой, а за третий квартал в два раза меньше, чем за четвертый квартал 2018 года. То есть, не очень это позитивно, с одной стороны, с другой стороны, технически, вот, на месячном графике, она рисует разворотную картину, и, соответственно, здесь вот вырисовывается возможность роста на 3,474 в рамках общей позитивной динамики. Так, дальше, недельный график. Посмотрите, вот здесь у нее идут сильные уровни, вот, видно прямо по горизонтальным объему, соответственно, ближайший сильный уровень это 28,22, если она его пробивает, то вот этот вот рост, он, скорее всего, будет аннулирован, и она вернется вот в этот, в этот консолидационный диапазон 26,70, 25,92. Дальше, если она пробивает следующий уровень, это 25,48, то, скорее всего, она уйдет ниже, и следующая цель движения у нее будет 24,68, вот сюда вот. Вот, но здесь разворотная формация образовалась, и цель завершения этой формации сюда вот 29,68, а в идеале бы сходить вот куда-то сюда на 3,4,20, вот в этот диапазон. Так, давайте посмотрим дневочку. Ну да, вот по дневке тоже здесь разворотная формация, цель движения вверх первые 30,46 и дальше 31,88, но если опираться на дневной график, то в том случае, если она пробьет вот это вот значение 27,90, 27,80 на растущем объеме, то, скорее всего, она из этого растущего тренда выйдет и полетит вот в эту проторговочку 26,44, 26,10 вот сюда вот. Вот, поэтому надо помнить о стопах, но сейчас на текущий момент с учетом позитива на рынках, если не будет никакого обвала и гвалта, соответственно, скорее всего, ее поведут наверх тестировать цели, которые вверху. Так, давайте, ну, часовой график здесь вообще ракета. Единственное, эта ракета в ближайшее время, судя по всему, может скорректироваться. Вот у нее первый уровень 29,42 и второй уровень 29,28. Но если она в рамках этого движения не пробьет на растущем объеме 29,1, то она, скорее всего, в любом случае отсюда откатится и пойдет отрабатывать цели наверху. Единственное, здесь какой момент есть, она сейчас начала закругляться. Если вот это закругление продолжится, если сейчас не будет стремительного роста в рамках новогоднего ралли, то, скорее всего, она уже, ну, если только под дивиденды, там, по-моему, у них у всех в начале января дивиденды или в середине января, то здесь, как вариант, может быть и разгон под дивиденды, а потом, соответственно, после того, как последний день торгов и отсечка, она просядет на размер дивидендов и, может быть, даже чуть больше. Вот. Ну, не знаю, бумага не очень ликвидна, я бы ее не стал бы, честно вам скажу, брать. Вот. Хотя у нее потенциал роста есть, но вот это вот искривление, которое она рисует, а также обильное наличие целей как вверху, так и внизу. Мне кажется, вот у нее как-то не очень такие высокие из всех них шансы для роста. Вот. Но, тем не менее, она вполне как бы может в рамках новогоднего ралли, ну, хотя бы вот сюда вот сбегать. Но, мне кажется, есть более интересные истории и, по-моему, вот эта бумага, она как-то не очень эффективно смотрится. Так, друзья, следующая компания NEL это месячный график. На что хотела обратить внимание. С 15 по 18 год у нее по годовой отчетности произошел ну, там достаточно нормальный такой рост и по прибыли и по выручке. Причем, прибыль у нее в 15 году была очень отрицательная. Вот. И, соответственно, она эту ситуацию выправила. И в конце 18 года она уже показала, ну, там у нее постепенно пошел рост прибыли. Вот. И за последний год, за 2019 у нее, в общем-то, возникли здесь колебания по выручке и по прибыли. И достаточно плохо она второй квартал закрывала. Там и проседание было по выручке, чистая прибыль была отрицательная. В минус она сработала. Но сейчас ситуация немного выправилась, но она на предыдущие объемы так и не вышла пока. Так, на что хотел обратить здесь внимание. Вот если мы месячный график смотрим, то у нас сейчас компания получается на уровне сильной поддержки. Соответственно, если вот она пробивает вот это значение 89.35, 89.30, даже 89.20 на растущем объеме, то скорее всего она пробьет. Сейчас давайте посмотрим на недельном графике. Так, 89.00, даже не 89.30, на недельном графике здесь будет немножко другое значение. Давайте на него будем ориентироваться. то есть она вот в любом случае, если будет сейчас откатываться, она не должна пойти на растущих объемах ниже, чем 85.00, 85.00, 85.05. То есть, если она вот здесь удерживается, у нее здесь сейчас развивается разворотная формация в рамках вот этой консолидации и соответственно у нее отсюда цель движения первая это 99.60 и следующая цель это 15.20 вот сюда вот. Ну не знаю, как бы есть еще цель вот здесь вот 1.47.20 но успеют ли ее за неделю рождественскую так сильно разогнать, если допустим вот сюда вот, сюда вот и сюда вот могут успеть, то то, что ее вытащат за пределы 1.12.95 я думаю, что это вероятность не очень высокая. Вот, в долгую я бы, конечно, ее не покупал, отчетность у нее не очень хорошая и помимо того, у энергетиков у них у всех есть вопросы по отчетности, как правило, сейчас. Вот, но у нее там есть определенные такие перепады непонятные. Я не специалист по этой компании, но я могу сказать так, что если вот такого рода перепады непонятные возникают и не раз с такой компанией долгосрочно лучше дела не иметь, кроме тех случаев, когда вы профессионал в ней, потому что это говорит о том, что там происходят какие-то процессы, которые они в любой момент могут негативно повлиять либо на финансовую устойчивость компании, либо вообще на ее развитие и функционирование. Так, ну, давайте еще дневной график посмотрим. Так, но дневной график здесь, это вот Глеб здесь был, ну, в принципе, если сейчас ралли пойдет нормально, то, скорее всего, ее вот сюда вот, наверное, свозят. Как бы, если совсем хорошо и не будет проблем по России, по этой компании, если S&P на 3 500 поведут до конца этой недели, то, соответственно, ее вот сюда куда-то могут и утащить. Вот, но в любом случае, в рамках ралли, если не будет никаких крэшей, то вот у нее ближайшая цель движения это 1,013. Если пробивает 85, 85, 85, наверное, до 85, 87 на растущем объеме, то, соответственно, она выходит вот из этой разворотной формации и пойдет она вниз. Пойдет она вниз, а куда она пойдет вниз? Так, а внизу у нее вот цель 83,60. Так, ну, мне кажется, по такой компании, наверное, меньше таймфрейм, чем день рассматривать не стоит, поэтому давайте перейдем к следующей компании. Так, друзья, но следующая компания это ЮниПро. Если рассматривать у ЮниПро годовые отчеты, то у нее на протяжении четырех лет достаточно устойчивая выручка с 15 года. У нее все время плюс-минус как в аптеке 76,78 миллиардов и чистая прибыль у нее колеблется от чистой прибыли у нее колеблется от 5 до 33. но тем менее компания достаточно устойчиво платит дивиденды. Единственное, на что я хотел обратить внимание, квартальный отчет, который за последний год, 4 квартала, то есть у нее здесь тоже есть определенные перепады, вот у нее в частности последний третий квартал она не очень хорошо закрыла, здесь значительное падение и выручки и чистой прибыли. и поэтому конечно у компании динамика не очень позитивная в рамках закрытия третьего квартала, но тем не менее если рассматривать технически картину, то у нее сейчас идет движение цены в рамках вот этого консолидационного объема, который вверху ограничен 2,969 а внизу 2,465 бумага хорошая дивидендная несмотря на колебания показателей вот дивиденды она регулярно выплачивает сейчас там идет история в части того, что концерн европейский фортун хочет ее приобрести а фортун не любит платить дивиденды но там эта история она тоже пока не совсем до конца ясная потому что вроде как интерау тоже собирался эту компанию выкопить у интерау много кэша вот пока нету во всяком случае у меня нет информации относительно того как это разрешилось в чью пользу как они договорились и так далее вообще вот судя по графику по месячному графику сейчас акции компании находятся в консолидации в проторговке то есть они пока не определились куда двигаться вверх или вниз если опираться на недельный график вот здесь пошло проседание в рамках последней недели это кстати может быть как-то связано с переговорами по фортуму здесь на что я хотел бы обратить внимание вот она определенную цель отработала на 2,651 вот и сейчас в рамках вот этого движения наиболее вероятный сценарий это достижение 2,791 вот сюда вот тестирование вот этого диапазона вот но здесь с точки зрения фундаментальных конечно драйверов для роста нету потому что там масса пересудов в части покупки компании плюс у нее падение объективные показатели за последний квартал но тем не менее она бумага дивидендная диапазонная и я думаю что если она не уйдет ниже 2,627 то скорее всего она ее будет все равно вот в этот диапазон заталкивать возвращать это наиболее вероятный сценарий с моей точки зрения вот но опять же если она его пробивает и уходит на растущих объемах ниже то тогда получается ломается вот эта формация восходящая консолидационная и бумага скорее всего в этом случае пойдет сначала на 2,58 и потом вот у нее здесь есть цель 2,5 она ее так или иначе при неблагоприятных раскладах попытается отработать вот но есть у нее еще цель вот здесь вот внизу 2,391 вот но пока как бы не началось движение вниз хотя вот свеча вот эта недельная она указывает на то что может произойти негативный сценарий давайте дневочки посмотрим так под дневочком у нас получается вот там дивидендный гэп это понятно здесь как бы ничего такого нету криминального так и сейчас после дивидендного гэпа пошло активное восстановление так но тогда картина мне ясна скорее всего в ближайшее время в рамках ралли предновогоднего рождественского ее скорее всего вот сюда поведут на 2,76 и возможно на 2,792 тестировать вот этот перехай который если вдруг будет пробить на растущих объемах следующая цель движения будет 2,819 вот но в силу того что как бы там есть определенные негативные моменты по ее отчетности и в силу этих пересудов по поводу приобретения фортума я думаю что в рамках новогоднего ралли могут ее вот сюда вот подзатащить но навряд ли конечно организует движение уже далее туда куда это возможно но вероятность этого невысокая то есть скорее всего если будет всеобщий позитив вот она закроет сходит вот сюда эту цель отработает этот разрыв может отработать потом вот эту вершину протестирует и потом когда уже в январе начнется снижение возможно какое-то коррективы еще по американскому рынку по нашему то она скорее всего куда-то сюда вот может быть сходит на 2,711 вот но в целом сейчас видите начала она активно расти и на растущих объемах вот и поэтому ее вполне могут вот сюда вот загнать но это если не будет никаких обвалов и сюрпризов ни по Америке ни по нам так что касается часового графика ну по часовому графику здесь разворотная формация с целью движения первая цель это 270 2,716 и следующая цель после того как она на растущих объемах пробивает 2,719 это вот сюда вот 2,744 и 2,757 если она пробивает на растущем объеме 2,685 то скорее всего она пойдет отсюда прямо на 2,672 вот ну и пробитие на растущих объемах 2,651 соответственно бумагу вводит в нижний диапазон на 2,625 и ниже то есть вот если ее сейчас допустим покупать в ожидании роста я бы я бы здесь где-то стоп бы поставил на 2,681 и тейк бы например вот здесь вот и по мере движения я бы подтаскивал вот на самом деле электроэнергетика как-то в плане отчетности вот этого третьего квартала особенно что-то там вопросов много не только по этой компании поэтому в рамках какой-то короткой идеи спекулятивной может быть и стоило хотя ликвидность не очень высокая но все что-то в долгосрока она прямо таки как-то немножко страшно выглядит как и большинство компаний из этого сектора там пожалуй разве что по-моему электросети и то там определенные вопросы есть так но с этой компанией вроде все ясно так друзья ну вот еще одна компания еще один нераскрытый бриллиант электроэнергетического небосклона это МОЭСК о которой кто-то из подписчиков спрашивал ну смотрите вот если мы анализируем отчетность за 4 года с 15 по 18 здесь конечно идет прирост выручки и прирост ну хотя тоже под вопросом прибыль здесь достаточно рвана растет то есть она совершенно непропорциональна как выручка то растет потом проседает потом начинает восстанавливаться так и если рассматриваем 4 квартала последние что мы здесь видим мы видим что идет снижение выручки то есть меньше она продает объем продаж падает но это с учетом текущей ситуации там рецессии в экономике потребление электроэнергии оно снижается то есть мы опять же по ряду компаний отслеживаем такую тенденцию что идет снижение вот именно валовых показателей там выручка ну и само собой прибыль проседает вот но здесь прибыль проседает по маеску но она все равно остается положительной хотя за третий квартал 2019 года совсем не очень большая прибыль там конечно это с одной стороны вполне объяснимо два летних месяца июль-аргуст здесь как бы все оно замирает в знойном мгновении но тем не менее то есть все равно получается проседание имеет место быть так дальше месячный график но декабрь не закрылся но тем не менее месячный график у нее немножко вот этот молоточек точнее не молоточек это повешено молоточек внизу когда он несколько напрягает однако это не разворотная формация пока то есть она как бы растет и сейчас возникла проторговка в рамках этой проторговки она вот движение осуществляет вот единственное здесь какой есть момент она во-первых вот эту цель отработала вот эту цель отработала и из ближайших целей у нее движение только возможно на 1,3830 вот сюда вот но она опять же сейчас находится в проторговке и глобально вот что мне здесь не нравится идет рост объемов при падении то есть это конечно не очень хорошо это говорит о том что бумага вот ее движение вверх она скорее всего выдохлась и наиболее вероятный сценарий это то что она будет в этой консолидации находиться так но если мы смотрим дневной график что мы видим что определенный пробой и попытка роста была и сейчас пока бумага закрылась под сильным уровнем где большие объемы проходят вот и соответственно она сейчас будет вот в этой проторговке торговаться 1,11 1,11 90 1,056 вот соответственно если она пробивает сильный уровень 1,13 на растущих объемах то она в этой ситуации пойдет тестировать переход на целые 20,80 вот если она его пробьет то тогда она пойдет дальше на более высокие цели которые у нее находятся уже вот здесь вот на уровне 1,3845 единственное только вот очень мне не нравится вот этот объем большой на разворотной свече то есть по этой бумаге техническая картина такова что как-то вот не верится на рождественское ралли по ней вот скорее она либо вот здесь проторговки будет находиться либо может быть скорректируется вот сюда вот сходит даже так вот но опять же есть шанс что если она вот этот уровень пробьет на растущих объемах она и 1,2080 отработает вот такая вероятность конечно есть но выглядит она весьма и весьма неуверенно давайте еще может 4-х часовик посмотрим может что-то здесь будет видно так ну вот по 4-х часовику вроде бы она пытается развернуться но если мы будем оперировать 4-х часовым графиком то соответственно она опять же не должна пробить на растущем объеме 1,1010 и она вот здесь когда будет торговаться должна пробить на растущем объеме 1,1290 тогда у нее появляется достаточно высокая вероятность отработать вот эту вот цель 1,1890 вот но из энергетического сектора она как-то не очень уверенно выглядит вот что я могу по ней сказать вот конечно может быть она и будет участвовать вот в этом новогоднем забеге который будет в понедельник если Китай и Трамп его не испортят и нефть если не рухнет как-то она вот из всего энергетического сектора выглядит менее всего привлекательно вот все такое мы увидим спасибо за внимание до свидания спасибо за субтитры